Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, дорогие мои, мы с вами вошли в то удивительное духовное измерение мира, когда Творец мира, вставший человеком и живший с людьми, и давшим Своё Слово, но, показав им Отца, видевшего Меня, говорит Иисус, видел Отца. И вот Он проходит всю человеческую жизнь с оскорблением, неприятелями, страданиями и смертью на кресте, и побеждают эту смерть. В послании, которое вы сейчас слышали, отрывок из послания к римлянам апостола Павла, Павел говорит, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились. И мы погреблись в крещении в смерть, и с Ним воскреснем, с Ним воскресаем. То есть мы входим в это духовное пространство, и так важно, чтобы мы вошли в Него не только по форме, приняв крещение, на всем крест, ходим в храм, читаем Евангелие, но и по содержанию, чтобы действительно себя уже чувствовали гражданами Небесной Вселенной. Конечно, это может быть редким мгновением нашей жизни, но тем не менее, именно это то, что нас ожидает в будущем. И вот евангельское чтение, которое нам предлагается сегодня, надо сказать, что концовка, когда Иисус обращается к ученикам в Галилее с горы и дает им великое поручение «идите, научитесь, и все народы», читается наряду с другими одиннадцати воскресными чтениями. А у предыдущего содержания этой последней головы Евангелия от Матфея читается только сегодня о том, как женщины пришли к могиле посмотреть, и случилось землетрясение, камень отвалился от гроба, и ангел сказал, что Иисус воскрес, и сказал, чтобы они шли и говорили братьям. «И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его». Когда они шли возвестить ученикам, Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. Вот ключевое слово нашей веры, Евангелие, радостная весть. И затем рассказывается о том, что они пошли к ученикам, а иудеи, которые его первосвященники, которые, собственно, и организовали его распятие и смерть, им вдруг приходят дети воины, говорят, что вот так и так, вот землетрясение, груб пустой, говорят, воскрес, все такое. И они просят, говорят, давайте скажем, что вы соснули ночью, что его ученики ночью украли, и мы дадим вам денег побольше, вот и правителя убедим, и вас от неприятностей избавим, и все будет, так сказать, все наловится. Будем жить как прежде. И вот мы видим вот эти два измерения. Одно веры во Христа и видение Его воскресшим на горе, открытия для себя Сына Божия, духовное измерение жизни, открывшись со Христом из Его страдания и воскресения, и обыденная жизнь с ее ухищрениями, с неправдой, взятками, чтобы обмануть. Обман и взятки. Вот два измерения, которые из них изберет каждый из нас. Одно – подкупо-обман, другое – радость и честность. Честность, потому что в этом кратком описании Господа на этой горе в Галилее, там есть такие слова, что увидели Его и, сказано, поклонились. А иные усомнились. Евангелист честно говорит, что да, некоторые усомнились, не все сразу поверили. Видимо, это тот эпизод, о котором говорит апостол Павел, что Иисус явился более чем пятистам братьям. Именно, видимо, об этом Он говорит, этот эпизод имеет в виду. И из этих пятисот, ну, конечно, кто-то усомнился. Но Евангелие честно об этом говорит, так же, как честно говорит апостолю Фомя. И не случайно Церковь это воспоминание о Нем вставит через неделю после воскресения. Да, сомневаются, самые близкие. Потому что Иисус открывает нам свободу веры. Не принуждает, а дает каждому самому сделать свой выбор. Потому ведь, в общем-то, верующих совсем немного, мы понимаем, на земле. Но это все-таки даже то, что немного, все-таки это миллионы верующих. Это все-таки созидание особой христианской культуры, цивилизации. Обратите внимание, что все вот эти замечательные успехи цивилизации, которые делают нашу жизнь, ну, в сотни раз легче, проще, чем жизнь людей даже, да там где-то лет двести назад. Электричество есть, паровозы летают, самолет летает, все, пища, еда, там, магазины полны, все хорошо. Так все просто, воевать, конечно, ну, с этим ничего не поделаешь. Вот. А эти люди родились в христианской цивилизации. Ни в какой другой. Ни в Индии, ни в Китае, ни в исламе. Родилась именно в европейской цивилизации. Вот с этим взглядом на мир, как творение Божие, и творение, которое Бог сказал, возделать и хранить. Так что нам открывается вот эта великая радость. И нам открывается каждый раз с Пасхой, заново и заново. Говорится о том, вот иди по этому пути радости и жизни. Аминь.